Сегодня у нас обзор оперативного совещания в правительстве республики Башкортостан и в последнее время я мучительно пытаюсь сократить хронометраж этих обзоров посмотрим получится ли у меня сегодня несмотря на то что оперативка действительно была интересной из необычного отмечу явление мурзагулова народу еще четыре дня назад он в своем аккаунте рассказывал о том как он тяжело заболел непрозрачно намекал на то что он болен к вид 19 очевидно что это было некой уловкой попытки там скрыться из общественного поля однако тут через четыре дня он уже значит чудесным образом выздоровел явился на совещание без маски в каком-то смехотворном френче с чужого плеча но об этой странной униформе мы еще поговорим чуть позже во вступлении ради хабиров сообщил о том что несмотря на повсеместное падение уровня строительства по российской федерации в республике башкортостан со строительством все замечательно плюс 6,2 процента по вводу жилья это конечно видимо существует только в статистических отчетах потому что вокруг мы видим огромное количество недостроев и нарастающие проблемы со сдачей объектов строительства но хабиров утверждает что все хорошо отдельно он поблагодарил господина хуснулина с которым встречался на прошедшей неделе и отметил что дом рф начал интенсивно работать в республике башкортостан но тут как говорится дольщиком виднее также хабиров во вступление отметил что республика башкортостан наконец-то переходит во второй этап ограничений по ковид-19 и выразиться это в том что с 1 сентября откроются кинотеатры бани сауны и вероятно вот-вот скоро откроются театры хотя бы потому что хабиров повелел министру культуры госпожи шафиковой уже начинать продавать билеты и формировать театральную программу на сезон первым выступающим мы был максим василий забилин счастливого вернувшийся из отпуска и как обычно забилин засыпал нас противоречивыми цифрами сообщив нам что 7795 человек в общей сложности заболела к вид девятнадцать в республике за последние сутки прирост составил всего 32 человека в стационарах от к вид 19 лечится 68 человек тоже это количество уменьшилось от от предыдущей недели и летальность составляет 0,5 процента несмотря на то что на прошедшей неделе прошли сообщения о двух смертях от к вид 19 из числа сотрудников мпо максим васильевич утверждает что статистика по смертности не возросла за прошедшую неделю но мы впрочем уже привыкли к подобным маневрам министерства здравоохранения республики башкортостан и учитывая то что забелен сообщает уже в открытую о том что вне больничной пневмонии в республике башкортостан возросла на 16 процентов мы наверное понимаем в общем о чем идет речь также максим васильич затронул тему формирования коллективного иммунитета выяснилось что оказывается башкирия все-таки не попала в число тех регионов где проводилось исследование по коллективному иммунитету хотя примерно два месяца назад об этом с радостью сообщал изобилия на хабиров что вот мы тут попали в число этих регионов нет не попали тем не менее каким-то чудесным образом максим васильевич вычислил коллективный иммунитет в республике и он по его мнению составляет 10 с половиной процентов на самом деле это немного потому что по многим регионам российской федерации этот иммунитет уже достиг 20 процентов максим васильич также сообщил о том что в новом к вид госпитале в зубово содержится 198 больных что с одной стороны странно потому что 68 человек по всей республике болеют к вид 19 в условиях стационар с другой стороны не странно потому что так дофига дофига народу болеет вне больничной пневмонии которая в общем-то теперь в нашем сознании стало тоже здесь тождественно тому же самому к вид 19 комментируя доклад забили на хабиров опять вспомнил про то что на следующий день открываются школы начинается учебный сезон и совершенно конкретно пригрозил учителям и директорам школ дословно это звучало следующим образом если какая-то школа допустит вспышку к вид 19 вина ляжет на руководство школы и района сообщил хабиров но действительно кто бы еще мог быть виноват в этой вспышке кроме как директор школы это будет такая очень существенная пугалка и стимул к сожалению для того чтобы скрывать существующее состояние дел в школах но будем посмотреть как это будет развиваться к счастью дети редко болеют к вид 19 особенно в тяжелой форме но чаще передают и переносят это заболевание между взрослыми что на самом деле является основной опасностью вторым вопросом оперативного совещания как обычно был комплексные вопросы ситуации в жкх на дорогах и чс первым выступал естественно беляев тоже вернувшийся из отпуска загорелый веселый такой как говорится сытой у бориса владимировича все прекрасно вопреки докладом его заместителя которая вот пару недель вела этот вопрос у бориса владимировича внезапно все наладилось дезинфекции дворов и подъездов всего в трех квартирных домах обнаружено нарушение в этой области а также борис владимирович сообщил о 6 отключениях аварийных отключениях по республике башкортостан четыре из которых случилось в уфе борис владимирович сообщил о том что уровень собираемости платежей за вывоз твердокоммунальных отходов в республике башкортостан сейчас на данный момент восемьдесят шесть процентов на самом деле здесь нужно сделать то традиционное отступление которое всегда делается при появлении статистических данных на любую статистику можно смотреть с двух сторон с одной стороны это восемьдесят шесть процентов собираемости платежей с другой стороны 14 процентов людей не платит за вывоз твердокоммунальных отходов то есть каждый восьмой житель республики башкортостан игнорирует услугу по вывозу твердокоммунальных отходов и это конечно цифра существенная вторым содокладчиком на эту тему был марзаев алан викторович который опять-таки традиционно сообщила статистике дтп травматизма и смертности на дорогах за истекшую неделю было очень много аварий 129 дтп очень много пострадавших 200 в этих дтп а также 9 человек погибло в авариях общее суммарное количество погибших за 2020 год составила 280 человек что не отличается от количества погибших за тот же период предыдущего года это говорит о том что марзаев планомерно не справляется с поставленной задачей не уйти за планку в 400 погибших году и вот на эту тему наконец-то состоялся разговор между хабировым и марзаевым в публичном пространстве я позволю себе процитировать хабирова который среагировал вот на эту печальную статистику и сказал следующее я вам не навязчиво напоминаю у вас пропорции не очень хорошие мы по нацпроекту отличники и вы обещали в год не более 400 погибших на дороге еще камеры установите если 400 перешагнете в конце года я чьей-то крови буду просить это вопрос служебного несоответствия конец цитаты ну действительно хабиров понял что в принципе наверное эту статистику удержать не получится потому что она неумолимо растет а впереди холодный скользкий период и традиционное возрастание травматизма и аварийности на дорогах безусловно что вот эта планка в 400 не достигнется в этом году но очень конечно звучало это все достаточно зловеще очень много было потом комментарии в соцсетях все вопрошали с кем же там хабиров и где он смог договориться о 400 погибших и не более то есть там высказывались представления и предположения о том что хабиров имеет какую-то связь с инфернальными силами в параллельных мирах но это все конечно лирика и такие не очень корректные подколки но действительно звучит этот нехорошо марзаев действительно не может справиться с этой проблемой по ряду причин часть этих причин не зависит от него часть конечно зависит честно говоря алана викторович сейчас не до безопасности на дорогах ему бы освоить вот этот бюджет который остается не освоенным по дорожному строительству мы все видим вот эту жуткую истерику в уфе которая выливается вот в это вот поспешное снятие покрытие и перекрытие дорог и вот этот ремонт в предзимний период очень конечно с этим показателем все очень плохо и напомню что было прямое указание владимира путина о снижении травматизма и смертности на дорогах республики башкортостан которая получается что хабиров выполнить не в состоянии далее хабиров без всякого логического перехода и совершенно непонятно почему заговорил о двух платежных картах о карте алга и карте школьника дословно хабиров сказал следующее илон маск имплантировал чип в мозг свиньи я этого не прошу но карта алга должна быть более функциональной он сказал следующее я готов запретить в школах наличный расчет в пользу карты школьника запретим и будем штрафовать тут речь шла о том что во многих школах в буфетах и вот всевозможных этих торговых точках где детям продают еду отказываются принимать карту школьника в качестве оплаты ну собственно и та же история как и в маршрутках где отказываются принимать карту алга в качестве оплаты и так далее и вот хабирова это возмутило до глубины души и он готов запретить наличный расчет в буфетах торговых точках школ но отдельный вопрос конечно насколько это вообще законно то есть насколько хабиров вмешивается в некие федеральные полномочия когда там вводится ограничение на наличный расчет и так далее так далее наверное это прерогатива центробанка минфина и таких вот основательно федеральных органов финансового регулирования но вот тут счет что-то как-то так вот с плеча получилось далее хабиров стал давать рекомендации вот не поименованному кругу людей которым он указывал вот на эти недостатки с картами и сказал следующее сознание отпустите и идите дальше на самом деле так там почти все действуют в абсолютно бессознательном состоянии так что это была лишняя рекомендация а по карте школьника сказал хабиров должны работать и секции спортивные дополнительные занятия и оплата в буфетах ну то есть по сути то он конечно дело говорит единственное что по форме как обычно получилось не очень вот попытка сконцентрировать в карте школьника и волге вот этой вот пресловутой какие-то но многочисленные функции оплаты с одной стороны это действительно некое упрощение для потребителя с другой стороны это хорошая концентрация финансов у одного оператора единственное остается вопрос такое нехорошие негативно это то что в процессе вот этого гоняния денег по этим картам и оператором этих карт безусловно страдают конечные получатели финансов и видимо поэтому они не хотят вводить вот эту карту потому что понимают что деньги до них или не дойдут или дойдут с опозданием или дойдут не полностью но общем вот подобные дефекты они лежат в корне этой проблемы все остальное на самом деле лирика завершил этот комплексный доклад как обычно гумеров фарит рифович совершенно уж какой-то страшной сводочкой по республике башкортостан он сообщил что было 159 пожаров которых погибло три человека два лесных пожара которые ликвидированы трое человек несмотря на прохладную погоду утонули в водоемах 15 человек свалилась с высоты и один из них погиб а также 17 человек потерялись в лесах но мужественные спасатели всех обнаружили кроме одного погибшего из-за несчастного случая третьим докладом как обычно в середине оперативки был ободряющий доклад фаза рахманова министр сельского хозяйства который докладывает только хорошие новости в этот раз отмечу из доклада ильшата ильдусовича что он уже перевалил через экватор и убрал 52 процента посевных площадей зерновых и зернобобовых культур уже намолотил 2 миллиона 200 тысяч тонн зерна и урожайность него составила 28 центнеров с гектара средняя в 2019 году было 23 центнеров с гектара средняя то есть ильшат ильдусович непринужденно легко и красиво на 20 процентов увеличил урожайность республики башкортостан но в иных бы условиях наверное ему бы вручили нобелевскую премию по сельскому хозяйству и каким-то еще иным примечательным образом отметили его заслуги потому что на 20 процентов увеличить урожайность в целом по республике по большой аграрной республике это конечно подвиг также ильшат ильдусович сообщил о том что ему категорически не хватает мощностей хранения зерна и он намеревается зерно потихонечку из республики вывозить на хранение это конечно инфраструктурная проблема а еще она способствует тому чтобы было совершенно непонятно сколько на самом деле намолотили зерна и это будет невозможно посчитать в конечном итоге сколько останется зерна на хранение ну да ладно это к вопросу уже наверное быть компетенциям проверяющих органов а еще фазрахманов рассказал примечательную историю о том что ввиду нехватки зерновозов пришлось пригласить товарищей с автомобилями северного кавказа вот там почему-то много зерновозов зерна мало зерновозов много у нас все наоборот так вот эти товарищи северного кавказа злостным образом перегружают автомобили их останавливает тормозит гибдд весовой контроль и начинает их там значит штрафовать проверять так вот фазрахманов ни много ни мало попросил дозволение у ради фаритовича нарушать законы ездить с перегрузом потому что очень нужно ради фарич впрочем ну как настоящий юрист конечно тут же распорядился решить эту проблему и каким-то образом наладить систематическое нарушение законов зерновозами с северного кавказа вообще я про себя отмечаю что чем больше юристов во власти тем меньше законности то есть вот на голубом глазу в открытом пространстве целый министр и целый вице-премьер просит хабирова каким-то образом решить проблему с нарушением закона вот этими вот зерновозами существует некая критерий перевозки грузов есть ограничения эти ограничения контролируются весовым контролем и гибдд и вице-премьер во всеуслышание просит главу республики организовать массовое нарушение этих правил ну вот это к вопросу о нашем насыщении нашей власти юристами разных мастей впрочем не все так благополучно в сельском хозяйстве республики башкортостан просто фазрахманов научился умалчивать некоторые проблемы в частности он умалчивает о провале субсидирования сельскохозяйственных предприятий уже становится понятно что должные объемы субсидий не дойдут до сельхозпроизводителей республики башкортостан и это понял даже хабиров который об этом высказался следующим образом у нас не получилось субсидированием покупки сельхозтехники тогда будем пытаться брать в лизинг сказал хабиров но в общем надо бы наверное разобраться почему же не получилось субсидированием далее последовал краткий доклад бориса владимировича беляева о готовности объектов энергетики жкх к работе восемь незимний отопительный период двадцатого двадцать первых годов борис владимирович перечислил объемы своих хозяйств и своего хозяйства в области жкх и энергетики жкх это 17000 квартирных домов 1 603 котельные 4000 километров тепловых сетей 517 центральных тепловых пунктов 420 водозаборов и 16 с половиной тысяч километров водопроводов на ремонт и поддержание в должном состоянии всего этого большого хозяйства борис владимирович потратит почти пять с половиной миллиардов рублей бюджетных рублей которые ему выделили и которые он уже в общем-то освоил по его словам на 98 процентов судя потому что именно на 98 процентов по словам беляева вся эта система готова к работе к 10 сентября будет закончена опрессовка отопительных систем а к 15 сентября будет стопроцентная готовность к пуску тепла борис владимирович напомнил что отопление по нормативу подадут если среднесуточная температура в течение пяти суток не будет превышать 8 градусов цельсия немножко пообсуждали с хабировым там вот эти вот прогнозы погоды выяснилось что до 15 сентября у нас будет жара а дальше будет плавное похолодание в общем борис владимиров должен уложиться хабиров попросил напомнить когда в прошлом году подали тепло и борис владимир заложил что 27 сентября но мы-то с вами помним как мучительно это происходило в прошлом году мы помним сколько было претензий к беляеву по поводу подачи тепла сколько было ложной информации со стороны беляева по поводу полного решения проблем когда вокруг куча домов вопила о том что тепло не подано и так далее боюсь что в этом году в общем то мы снова увидим это кино снова будут проблемы с подачи тепла потому что на самом деле это неизбежное дело здесь даже не в борис владимирович а в тотальном износе инфраструктуры и вот этих вот том числе тепловых сетей но как говорится война план покажет похолодает посмотрим завершающим докладом оперативки пожалуй был самый главный самый важный доклад ради которого наверное вся эта оперативка и затевалась несмотря на неприметное название о функционировании информационной системы в сфере обращения твердокоммунальных отходов этот доклад был важным и вот почему геннадий валентинович разумикин руководитель комитета по цифровизации доложил о том что он создал и внедрил автоматизированную информационную систему тк о башкортостан эта система учитывает все контейнерные площадки по республике башкортостан по вывозу твердокоммунальных отходов и более того каждая контейнерная площадка теперь характеризуется рядом параметров это спутниковые координаты контейнерной площадки характер покрытия количество контейнеров марка автомобиля мусоровоза труднодоступность тип этой контейнерной площадки а также она вся обвешана фотографиями до после и во время вывоза мусора всего 23 тысячи контейнерных площадок охватил геннадий валентинович этой своей системой ну казалось бы ладно чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалось как говорится но доложив об этом своем чудесном достижении талантливый пайщик печатных плат господин разумикин сделал совершенно характерный акцент на своей собственной оценке ситуации в области вывоза твердокоммунальных отходов казалось бы наверное не его это дело оценивать как происходит физический процесс вывоза тк о это наверное все таки вотчина господина беляева или хотя бы министерство экологии но именно министр по цифровизации вынес приговор одному из крупных игроков на рынке вывоза твердокоммунальных отходов собственно давно уже хабиров и его команда точили зуб на компанию дертюли миле вот строй и вот теперь устами господин разумикина зачем-то решили расправиться с этой компанией разумикин обрушился на дертюли миле вот строй с критикой сообщив что несмотря на то что всего по башкирии вывоз своевременный вывоз мусора составляет 97 процентов у дертюли миле вот строй это менее 95 процентов однако также 95 процентов у другого оператора например экология т но это не вызывало возмущению господина разумикина также господин разумикин сообщил что у дертюли миле вот строй возмутительно мало контейнерных площадок с твердым покрытием всего 54 процента однако у того же экология т 47 процентов с твердым покрытием но это тоже никак не возмутило господина разумикина господин разумикин здесь играл некую роль которую ему безусловно поручили сыграть и он ее сыграл с блеском потому что все примеры которые он как бы иллюстрировал работу своей системы относились к негативным последствиям работы компании дертюли миле вот строй завершая свой доклад по поводу информационной системы главный цифровик республики башкортостан разумикин сообщил что он готов передать ключи и доступ к этой системе всем заинтересованным лицам однако эти заинтересованные лица должны быть непременно должностными лицами вот тут у меня вопрос от чего бы не передать возможность доступа к этой системе всем заинтересованным гражданам без ограничения опубликовать эти пароли и ключи потому что на самом деле система создавалась на бюджетные деньги что-то мне подсказывает что господин разумикин освоил вполне себе жирный бюджет создавая эту информационную систему и наверное граждане имеет право пользоваться плодами трудов господина разумики однако пока господин разумикин предложил попользоваться этой системой только дорогому радио фаритовичу андрею геннадьевичу назарову но и может быть еще главам районов и городов республики далее по сценарию хабиров вступил в дискуссию по поводу вывоза твердых коммунальных отходов он в общем-то даже не обсуждал вот эту информационную систему все как-то подзабыли тему доклада все углубились значит в тематику так его и хабиров начал пафосно мы год занимались волюнтаристки установили самый низкий тариф в российской федерации установили вне зависимости от экономических цифр сознательно конец цитаты вот тут я позволю себе сделать отступление порассуждать то есть мы услышали о том что губернатор крупного большого региона российской федерации сообщает нам что он сознательно целый год пренебрегал экономической с целесообразностью в достаточно сложной инфраструктурной сфере то есть вопреки экономической целесообразности ради хабиров выстроил некую систему тарифов которые по определению не могли позволить развиваться сфере развиваться вот этой отрасли то есть на те низкие платежи которые хабиров установил для жителей невозможно было развивать вот эту вот отрасль то есть не экология т не дертюли имели вот строй не прочее эко-сити не были по определению состоянии получать хоть какую-то прибыль чтобы ее вкладывать даже в развитие отрасли а речь все-таки идет о том что в башкирии начисто отсутствует переработка мусора кое-как организованного вывоз и то вот как выясняется у целого рек оператора одного из четырех значит не возникли вот такие вот непроходимые проблемы которые можно решить только разорвав с ним отношения далее хабиров заговорил о том что пора бы повысить цены в частности он сказал что сейчас сцены приведем к экономически обоснованным и допускаем повышение цен ну понятное дело к этому все и шло значит удаляем неугодных не своих операторов вот на фоне вот этой совершенно экономически необоснованной схемы на в которой они работали но и введем сейчас добрых друзей товарищей значит и там как он говорит своих которых не бросают но уже на фоне повышения тарифа конечно этим новым своим будет значительно комфортнее выполнять свои обязанности далее хабиров стал рассуждать о том что повышение тарифа это даже выгодно для граждан но я не буду комментировать насколько это относится к сфере адекватных или неадекватных заявлений но хабиров утверждает что тариф платить больше это платить меньше ну есть такая нас логика в россии что черное это белое война это мир а вот повышение тарифов это снижение значит нагрузки видимо хабиров предполагает что вот эта новая система разумикина позволит контролировать фактический вывоз тк и вмешиваться в эту ситуацию с точки зрения того что если например оператор не вывозь мусор в положенный срок из положенного контейнера то значит тогда раз ему обрубили и не заплатили и более того хабиров призывает граждан подключиться к контролю за вот этим вот процессом и тут конечно он ступает на очень опасный путь дело в том что если граждане массово начнут фотографировать снимать на камеры не вывоз хотя бы разовый не вывоз со своей помойки мусора и писать претензии в адрес своих эксплуатирующих предприятий то они по сути вправе не платить до тех пор пока не будет наведен порядок с перерасчетом этих платежей и вот тут система захлебнется потому что если каждый разовый случай не вывоза такого влечет за собой перерасчет в целом по рек оператору и по значит там той части этого рек оператора который обслуживает конкретный город и поселок то в конечном итоге все эти структуры захлебнуться в перерасчетах в спорах и и в общем платежи просто перестанут поступать но вернемся к 9 или миле вот строю которому был вынесен приговор именно на этом совещании хабиров продолжил дюрт или миле вот строй никак не вписываются в нашу систему координат никак не вписывается повторил он вообще ведут деструктивную политику я предлагаю с ними прощаться но здесь тоже конечно очередное волонтаристское вмешательство в законное поле дело в том что существует проторгованные контракты диртюлеме или вот строй работает там согласно с соглашение контрактов договоров если они их нарушают ну это наверное дело регулятора вмешиваться в эти вещи выдвигать претензии там грозить распоряжением договоров и так далее но тем не менее хабиров ничтоже сумнешься значит выдвинул требования расторгнуть отношения здесь мы наблюдаем прямое вмешательство губернатора в экономические сферы что-то здесь как-то нехорошо пахнет на самом деле потому что давным-давно из самого начала диртюлеме ли вот строй видимо как-то не вписывались действительно в их систему координат то ли не договорились по деньгам то ли еще по каким-то вопросам но в общем судя по всему эта драма подходит своему концу и действительно мы прощаемся с этим оператором по вывозу так его а еще на этой необычной оперативки был доклад на башкирском языке да да теперь значит у нас новшества и часть докладов будут считаться на башкирском языке первым кто это сделал стал самый неприметный и на мой взгляд абсолютно никчемный вице-премьер правительства фанур мухарямович ягафаров никто толком не знает чем занимается фанур мухарямович и вот теперь мы узнали о том что фанур мухарямович занимается развитием ношения национальных костюмов в республике башкортостан оказывается в башкирии учреждено два дня национальных костюма это 17 апреля и 11 сентября два раза в год аж справляя этот светлый праздник фанур мухарямович зачитал свой доклад на башкирском а по экрану неслись титры на русском уследить за тем и другим было категорически невозможно но в целом я почерпну для себя информацию о том что в эти светлые дни всем административным работникам и чиновникам рекомендуется носить национальные костюмы или хотя бы их элементы к слову сказать зале присутствовали уже двое в этих национальных костюмах эти оба-два были одеты весьма странно мурзагулов был во френче аля мао дзе дон очевидно с чужого плеча так очень косо одетым а ягафаров и вовсе был в каком-то и армейке ну суть по всему это наверное национальный костюм фанура мухарямовича я не встану предполагать какой это национальный костюм на общем вот какой-то такой остальные присутствующие тоже были в национальных костюмах но это были национальные костюмы в основном италии и германия это были зегна армания на ходу конец канцлер но в общем вот абсолютное большинство правительства республики башкортостан ассоциирует себя именно с этими нациями потому что костюмы этих национальных производителей они надели на себя в этот светлый праздник но в целом конечно вот это вот башкиризация оперативки я имею ввиду язык на котором будет делаться доклад продекларировано что все это происходит с целью там ну продвижение башкирского языка как одного из государственных никто не против не вопрос читайте доклады на любом языке но пожалуйста сделайте нормальные титры чтобы все остальные тоже понимали о чем идет речь на этом важном государственном мероприятии